папа 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 всем привет всеми зовут дмитрий кому куплен в play продолжаем к юб эскейп коллекцию или куб эскейп сбежать из куба короче коллекция игр кто смотрел тут в курсе кто смотрел посмотри потому что в конце до конца вообще ничего не поймешь совершенно абсолютно вот короче все продолжаем второй частью за этой коллекции называется на озеро the lake я здесь она будет без перемещения во время тоже перемещение во времени не даются что-то не очень понятно не очень хорошо так и дошла заброшенную хижину на ржавом озере и все его так сразу короче рассказываю небольшой сюжет как мне написали в прошлый прошлый комментарий прошлой части короче говоря мы это и есть женщина которую где-то в какой-то части кто-то каким-то образом а это короче горячей или потом нашла себя и все вот это вот все общем роде но это не так важно важно что птица птица конца харви звали птиц рассказываю решение загадки очень сложно самом деле обоснованно логично она но непривычно непонятно короче этого попугая зовут харви оказывается когда мы находили кассету с надписью а за счета там favorite song харви это как с его любимые песни и поэтому все получается логично что включая песню харви до нее прилетает но там я еще и сам немножечко понял что на самом деле когда ты включаешь на радио pays или к там невесту включаешь определенную волну вылезает ключ ну как бы до можно подумать что теперь на эта волна не играет эта музыка эта музыка дает ключ значит возможно тогда будущем это же музыка дает и еще один каких какой то как то так не знаю это сложно это сложно очень сложно вам продолжаем у нас Сегодня лейк, у нас сегодня озеро, я не знаю, сколько оно длинное, если оно длиннее, чем первая часть, то возможно поделиться на два, если короче, то, короче, что же поделаешь. Так, вижу уже леска, отлично, вижу удочку, прекрасно. Удочка и леска дают нам рыбалку без проблем. Так, ящик вижу, резательная доска, что-то можно не порезать 100%, нож, окей, есть доска, есть нож, нож берешь, режешь, все красиво. Так, это заперто, это заперто, сразу посмотрим, что на потолке. На потолке, конечно же, насекомое, которое можно посадить на лесу. А, нет, сначала нужен крючок. Короче, чтобы ловить рыбу, нужно, во-первых, крючок, нужна леска, нужна палка, она же удочка, что угодно, и нужна наживка. Все это соединяем и получаем, правильно, классный рыбалку. Кидаем, закидываем удочку, ловим рыбу, пьем, а нет, это не туда. Так, смотри, это картина, и вижу какой-то кусочек бумажки, просто лист бумаги, а в ней что? А в ней нажми текст, чтобы перевести. Прошлое никогда не мертво, даже в прошлом. Прошлое никогда не мертво? Это даже не прошлое. А, вот он как значит. Так, хорошо, смотри, мы берем, короче, раковину какого-то непонятного моллюска, выковыриваем из нее глаз, потом этот глаз, что-то тыкаем, глаз трескается, из глаза получается яблоко, азь, яблоко, бриллиант. Все логично, все правильно, я так и подумал всегда. Это, на самом деле, ну, жизненный цикл, а та самая, нет, та же самая табуретка из прошлой части, кстати говоря. Жизненный цикл обычного глаза, если что. Так, это что такое? Закрыто, там что-то лежит, какашка или наживка еще одна. Так, крючок, прекрасно. Удочка готова, кстати говоря. А как их объединить? Это, наверное, нужно объединять где-нибудь на этом, да, где-нибудь... А, отлично, монтировочка, вообще неплохо. Второй, бляха, второй этаж инвентаря пошел, мне вот это не нравится, совершенно слишком много его. Слишком его много, так, а что такое? Можно туда выйти, нет? А почему нельзя? Так, ну, смотри, наживку на крючок. Почему они не объединяются, непонятно. А, сюда вставить, окей, удочку, ясно. Сюда удочку, на нее, короче говоря, леску, на леску получается крючок, крючок, на крючок наживку, наживку все это закинуть, получается, сюда вперед и все будет нормально, правильно я понимаю? Так, это готовая конструкция. Отлично, я закинул, я ловлю. Кого ловлю? Карася сама, я не знаю, лохнесское чудовище. Что можно поймать на удочку в этих местах? Вообще не понятно, что это за места, это просто какое-то озеро, а ржавое, скорее всего. Так, ладно, а что нам это дает? Может быть, мы типа развернемся и что-то поймается в это время? Ну, конечно, естественно, понятное дело, кто это? А, креветка, очередная креветка, прекрасно. Креветка расковыривается и получается, соответственно, глаз, это мы прочитали в записке, подсказке, это понятно. Значит, креветку сюда, ножик на нее, пожалуйста, внутри ключ. Там не ключ, не на, обманка, сука, внутри должен был быть глаз. Мне-то ключ, нахуй, не зался, мне нужен глаз. Так, ладно, отлично, сюда подошло. Еще один червячок и магнит. Внезапно, для чего нужен магнит, чтобы что-то примагнитить? Червячок, это, скорее всего, еще одна наживка. Давайте, собственно, поймаем что-нибудь еще. Это прекрасная, блядь, последовательность действий. Мы сажаем разную наживку и ловим на нее разные предметы. Так же было у нас примерно и с этим, с блендером. В прошлой части мы делали из разных насадок всякую херню. Так, закидываю, пожалуйста. Спасибо. Так, делаем почетный круг почета. Делаем раз, два, три, четыре, пять. Я поймал, вот и я. Дай их сюда, чтобы поймали. Так, был креветка, сейчас чего? Рыбка, карась, хорошо. И что надо дают? Рыба, просто рыба. Давайте ее порежем. Что же проблема-то? Я проблем в этом не вижу. Так, это можно брали? Голова креветки. А, а голова креветки это тоже наживка, да? Я правильно понял, правильно понял, скорее всего. Так, есть, что такое здесь? Блядь, из рыбы выросло дерево. А почему и нет, собственно? А как это нахуй так работает? Это селитер, да? Селитер такой вырос. Селитер вырос из рыбы, да? Типа все, я... Да ладно, я не понял. А, ну дерево, да. Так, а это что такое? Это надо выковыривать. Нет, это какие-то почки, споры, что это? Это нужно забрать. Это глаза какие-то. Может, креветку? Может, магнит? Ладно, хорошо. Я так понимаю, что креветка, голова креветки, это еще одна наживка 100%. Потому что на это тоже... Да, конечно. На это тоже ловят. На это тоже ловят, пока непонятно что. Так, я не буду делать круг, я просто сделаю вот так вот. Раз и красиво все. Вообще без разницы, вообще без проблем. Какая разница? А, ну почему и нет? Как бы в озерах всякая хуйня плавает. И руки, и зомби, и все что угодно. Блядь, это зомби, да? Что с тобой? Ты кто? Как тебя? А! Блядь, твою мать! Извини, извини. Извини, пожалуйста, я не хотел. Да я не хотел, не кричи, пожалуйста, мне какие-то испугался. Так, яблоко. А, окей, какой-то огненный. И что, и все? А, ты пропал? Молодец. Так, яблоко тоже наживка. Нет, на яблоко не ловится. Ладно, хорошо. А что здесь? А, монтировка что тут делает? Что тут делает? Монтировка, скажите, пожалуйста. Я что-то и забыл про нее совершенно. Монтировка, давайте я попробую взломать пару шкафчиков. Нет, тогда другой получается взломаем без проблем. Да ладно? Может, ломаем монтировку? Дерево не ломается. Так, ну давайте выколупывать глаза. Нет? Может, яблоко посадить? Посадить яблоко? Серега, окей. Подожди, а где еще одно взять? Мне нужно, получается, раз, два, три, четыре, пять яблок надо. И где я возьму пять яблок? У меня, во-первых, больше... Что это такое? Что там такое? Там что-то черное. Подожди, а может, яблоко порезать надо? Нет? Ладно, хорошо, давай посмотрим на записку. То есть, ракушка есть, яблоко есть. Яблоко, бриллиант, где-то внутри должен появиться. Нам, скорее всего, нужно, наверное, сломать дерево, потому что он сломал нам резательную доску. Вопрос, как его ломать, непонятно. Он не выковыривается ни монтировкой, ни срубается ножом. Ловить нам больше не на что, и ловить нам больше нечего. Почему вот в этом окне ничего не происходит, тоже очень сильно странная загадка. Оно просто существует. Это просто пустая часть комнаты, и, в принципе, это все. Ни монтировка, ничем-то не... Кстати, магнит, подожди секунду. На пустую будем ловить? На пустую, в ряк, что-то поймается. Нет, на пустую ничего не ловится. Ладно. Дождя, а яблоко не насаживается, правильно я понял? Еще раз. Яблоко не насаживается. Может отрезать что-то? Может магнит? А, ну, конечно, не бай. Сейчас что-то железное поймаем. Хорошо. Хорошо, возможно, ключ. Но если железное возле, то что еще, кроме ключа? Ну, кастрюля, ну, какая-нибудь говно. Что такое? А, можно сразу прям приснуть, серьезно? И что там? Ну, ключ, конечно, ключ. Конечно же, ключ, что-то там может быть еще. Давай на монтировку чуть-чуть поймаем. Нет? Давай на нож. Нет? Хорошо, пойдемте, повесим ключ. Пойдемте, я думаю, что вот отсюда, потому что это, скорее всего, еще одна наживка. Да серьезно, что ли? Тогда вот отсюда. Ну, конечно, без проблем. Так, что такое? Коин, монета. Монета на магнит, и на нее что-то еще поймать. Это, блядь, это как... Кого поймать? Кого можно поймать на монету? А что она не работает? А что ты не работаешь-то? Подождите, может, монету куда-то нужно вставить? Может быть, это открывающийся с помощью монетки шкаф? Нет? Тогда... А, яблоко, мань... Окей, это все вешается на дерево, скорее всего. Ну, конечно. И магнит. Нет, и монтировка. Хорошо, окей, нам нужно найти еще три вещи, которые можно повесить на дерево. Вопрос, что это? Вопрос, где это? У меня есть магнит. У меня есть совершенно пустая абсолютно комната. То есть здесь ничего, кроме табуретки, нет. Сломать бы ее монтировкой, так она не ломается. Здесь раньше сделал попуга, если что. На вот этой табуретке, но не в этом месте. Хорошо. Хорошо. И что дальше? Почему не взламывается матировка вся эта херня? Здесь типа пусто. Здесь вообще... Отлично, глаз. Так. А-а-а-а! Ёпт-вы-ш-май. Ну тогда понятно. Тогда понятно. Тогда понятно. Ясно понятно. Тогда я неправильно все это развешиваю. Так, значит, глаз должен висеть внизу. Судя по этой схеме, глаз внизу. Яблоко должно висеть вот тут. Хорошо, что там еще у меня висит? Спокойно. Еще у меня есть монетка. Монетка это что? Монетка... А, вот монетка это, скорее всего, вот этот вот нос. Хорошо, монетка должна висеть. Да, это он. Монетка висит здесь. Хорошо. Дальше. Мне нужно что еще для этого? Мне нужен бриллиант, где его взять? И креветочный панцирь. Ну, креветочный панцирь был на доске. Но там его больше нет, потому что я на нее что-то поймал. Так, хорошо, допустим. Что это такое? Тогда я, конечно, немножко не понимаю. Мы ловили на магнит, мы ловили на... На яблоко мы не ловили, но вот он не присобачивается. А, подожди, а глаз может что-нибудь поймать можно спокойно. Попробую чуть поймать на глаз, почему нет? Сука, понимать, нужно было смотреть на доски, там что-то проявляется. Да куда ты вытащи назад? Так, на глаз. Нет, на глаз не хочет. Может быть, еще что-нибудь поймать на магнит? Ну, а что нет, собственно? Ха! Кодовый замок, блядь! А, шкатулка. Так, еще раз давай закинем. Попробую, блядь, на этот магнит все только не ловится. Ха! Ебать бесконечный лов на магнит, ты понял? Хорош! Еще давай! Закинывай! Закинывай, лови все, что можно, да, хоть туда. Да ладно! Магнит себя изжил. Ладно. Так, что у нас здесь? Зеркало написано. Зеркальная хуйня. То есть, зеркально что это? Какие-то яйца, усики, бабочка какая-то на крестик, на трех. Что это такое вообще? Зеркально, в смысле, что зеркально? Зеркально нужно посмотреть это в зеркало или зеркально отобразить. Вот в чем вопрос. А зеркально отобразить это... Ну, если посмотреть вот так и потом в зеркало, поменяется, получается что? Получается, поменяется только порядок. То есть, что значит вот это умножить на все вот это вот? Это не ясно. Это не ясно, это непонятно. Так, ладно, подожди, убери пока эту шкатулку. Ну, типа, давайте, окей, давайте попробуем зеркально. Просто в разном порядке и хуйнем. Это вообще не сложно, это вообще беспроблемно. Только тут таких картинок. А, вот, окей, зеркально. А-а-а, зеркально поднимели, зеркально вообще. Тогда получается хорошо. Да, дальше у нас идет вот это вот, кверх ногами перевернутое. В смысле? Подожди, вот это появилось зеркальное, а... Что значит крестик? Как это понять? Ну, мир — это зеркало, значит, что-то нужно отзеркалить. Вопрос — что? Либо порядок их... Ну, давай попробуем порядок отзеркалить, хотя у нас это не получается. Последней фигурки у нас не хватает. Давайте попробуем так. Типа, зеркальть кверх ногами тоже не получается, потому что вот этих фигур кверх ногами не хватает у нас. Так, что еще? А, вот этот тревольник. Ага. Вот тут последний. Ну, я не знаю. Что еще может быть зеркальть? Так, ладно, окей. Может, не хватает подсказки. Здесь чего? Запомните... А, вспомни сезоны. Как понять, вспомни сезон? Это год надо вспомнить. Боля, год сезонов я не помню. Хоть там был год. Ну, это серьезно, что ли год сезона вспомнить? Ну, ёптю бать. Год сезон, да где? Я сейчас полезу в этот, смотрите. Я сейчас полезу, я не помню, какие там сезоны были. Какие не могли быть, я больно помню. Больно, я помню. Так, давай посмотрим. Открою, прям открою вот у себя. Посмотрим, что я там, где какие годы у меня были. Так, не разговариваю пока что. Пока же не разговаривать. Так, а где хоть какой-то намек на циферку? Вспомни, я понимаю, что это год, но какой конкретно год, не ясно. Так, зима 1981, поехали. Зима 1981, первый цифр, который мне попал, зима 1981 в конце в титрах. 1981. Окей, значит не оно. Значит не оно, поехали тогда дальше. Поехали дальше, поехали в самое первое искать будем. Самым первым поехали искать. Да, а, вот они все здесь. Так, 1964, поехали. Зачем я теперь умел? 1900. Я нашел, короче, стоп-кадр, в котором все года написано. 64. Нет? Тогда 71, хорошо. Тогда 71 без проблем. Окей, тогда 78. А, не помню. В смысле, а в чем тогда? А, сезоны, может быть, 2005. Я просто смотрел, когда-то в порядок в каком году они вышли, там было, что первая игра вышла в 2015. Что там дальше? В 2015, типа вспомни, сезон они были в 2015, ну допустим. Нет? Тогда я не знаю, какая здесь, вспомни сезон. Тогда я посмотрю в прохождении, это просто не дело. Короче, непонятно откуда, но 1487 написано в прохождении, что где-то там в сезонах была цифра 1487. Я не знаю, откуда это взялось, я посмотрел в прохождении, потому что, ну, вспомнили какие-то цифры, это непонятно откуда. Так, окей, бриллиант есть. Есть бриллиант, значит, давайте теперь его засунем в этот. Засунем вот сюда, без проблем. Раз, два, три, четыре, пять, вот бриллиант и... И что? А, глаз. Окей, глаз внизу. И еще что-то нужно где-то поймать, еще что-то нужно где-то... Я не знаю, что вот это вот совершенно, абсолютно прям не понимаю, потому что какой-то бред. Если это что-то, то это как-то. Если это куда-то, то это зачем-то. Потому что это бесконечность, это усы, это непонятный треугольник, это еще одни усы. И, собственно, все. Какое тут, что, блядь, куда, вообще не ясно, вообще непонятно, если честно. Поэтому ладно. Поэтому ладно. Так, секунду, значит... Во-первых. Еще одна доска. Хорошо, я вижу, я вижу. Окей. Еще один ключ. Ключ теперь получается от последнего шкафчика с последней наживкой, скорее всего. Да, потому что кроме наживки это быть ничем не может. Это плесень. Блядь, а что можно поймать на плесень? Ну, плесень, в принципе... Дверни, пожалуйста. Плесень, это, в принципе, грибы. На грибы тоже, наверное, что-то можно поймать. Что ловится на грибы? Я не знаю, грибники, блядь. Но одного какого-то мы уже вылавливали. Я не знаю, кто это, вряд ли это он. Вряд ли это он. Так, ракушка. И А О Здрасте. Смотри мне нахуй. Смотри мне нахуй. Так, все? В смысле все? А, это-то, как его там, блядь? Вот этот вот. Еще один ящичек-то. Пентагон. Еще один ящичек, это, возможно, какая-то секретная концовка, которая тоже непонятно, что-то с серкалом нужно разгадать. Типа это все? А сколько времени прошло, мне интересно? 15 минут? Всего-то лишь 15 минут? Да ладно? А что так мало? А что так быстро я прошел? Ха-ха! Ха-ха! Нет, да, 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 я быстро прошел сейчас. Да, я потому что разбираюсь в этом все. Разбираюсь, я окей. Так, ладно, если такая короткая. Я просто сейчас тисто взглядом кину на Ютубе, сколько примерно по времени длится прохождение следующей части. Возможно, мы запишем их подряд, почему, собственно, и нет. Ну, вроде как не длино, вроде как чуть-чуть подольше, чем это, поэтому давайте зацепим их сразу, не будем делать эти совершенно маленькие короткие видео по 3 минутки. А, Куба Скейп Арлис. Я не знаю, что такое Арлис, но... Так, Арль, Арль какой-то город. Арль октябрь 1888-го, что я помню? Я не помню, если честно, нихера. Я в те годы еще не существовал, хотя уже был где-то примерно в планах. Ну, ладно, короче, тряпку вижу. Тряпку вижу, но не снимаю. Почему? СГ, куб, вопрос, восьмигранник и какая-то чья-то роспись в кружочке. Я не понимаю, что это, но это типа, наверное, какие-то каракули. Так, это либо горы, либо пульс, либо какой-то график, либо что-то. Это СВ, это ПА, это непонятно что. Вот это, блядь, тряпка, это, сути, во всем школьная доска, и со школьной доски, сука, тряпку вырвать нельзя. Ты понял меня? Ты понял меня? Поэтому мне ничего не дают. Хорошо, бутылка кувшин и еще одна бутылка, прекрасно. Фотографии. Это, скорее всего, та картина, где мужик рыжий. Я прям не знаю, по этой бороденке рыжий сразу, сука, заметил, что это такое. А, это вот он, продолжение, да? Это две картины из одной. Хорошо, так, заперто. А, заперто, а это подсказка, скорее всего. Заперто, это подсказка для ответа. Так, хорошо, это что такое? О, еще одна, QL, допустим. Такую мы видели на доске, такую я видел QL. Вот она, пожалуйста. Что это дает, пока не ясно, но цифры разбросаны по всему этому помещению, я так понимаю. А, окей. Так, это я взял. Это нужна ложка для чего, блядь? Для арбал... А, абсент. Чего, блядь? Какая ложка? В смысле? Чего, я не понял, нахуй. Как это? Для чего? Не понял, сразу на нихуя я пытаюсь сообразить, и все равно не понимаю. Во-первых, сначала, нахуя нужна ложка для арбалета, а во-вторых, нахуя нужна ложка для абсента. Это же напиток, какого можно пить ложкой, или он густой. Просто абсент, это же, который поджигают, он зеленый, а потом у тебя глюки. Мне кажется, это оттуда. Так, ладно, а это сюда. Это вот так. Да, это... Это вот, подожди, это... А, подожди, серьезно? Куда? Вернись! Стой, назад. Блядь, ты издеваешься? Эй! Эй! Нет! Блядь, серьезно? Так, окей, ладно. Давайте сделаем вот так вот. А сбросить Арлис, и поехали по новой. Я так понимаю, что это какие-то баги. Я либо не знаю, как решать, либо я просто сделал какую-то глупость. Сейчас, но в любом случае... Так, секунду, это пока не буду лезть. Давайте сделаем то, что сделали. Ложка для арбалета. Ее, собственно, на сам арбалет кладем. Сбираем картину. Я просто подумал, что это, скорее всего, может быть, на два места применено. А, хотя нет, окей, только на одно. Просто я его куда-то увел, его из краницы экрана уже забрать, в принципе, нельзя. Хорошо, допустим, пусть будет так. Ладненько. Так, сначала по кругу, потом по кровати. Это значит, что? Это стрелка вверх. Вижу кубик сахара. Тоже для абсента, наверное. Я абсент никогда в жизни не пил. Я не знаю, что это такое. Зеленая жижа, от которой глюки. И это что-то очень старое. Блядские загадки. Ладно, так. Нужно уменьшить или увеличить все цветки? Вот вопрос. Скорее всего, увеличить, да? А может быть, уменьшить? Я хуй его знает. А как они? Какой из них большой? Какой маленький, блядь? Так, подожди, нахуй, я сейчас тебе вернусь. Картина. Подожди, ну сахар, скорее всего, тоже в абсент. Я просто не особо, опять-таки, разбираюсь. Да, окей. То есть, получается, надо брать абсент, наливать его через сахар с дырками, и получается вкусный, наверное, сладкий или отвратительный напиток. Если зеленый, возможно, там в составе есть полынь. Потому что, а что еще, блядь, кроме полыни, зеленым может быть? Ну, допустим, крокодил. Короче, так, это не сюда. Это не сюда, это вот сюда. Это 100% вот здесь, это верхушка этой картинки. Ну, потому что она ровно такая порезанная по углам. Так, цветочки. Разберусь с цветочками попозже. Поехали дальше по тумбочкам. Тумбочки закрыты, на цветочках больше ничего нет. Стрелка вверх. Имеется в виду, наверное, что-то вроде пароля. Так, кресло. Кресло и полотенце с надписью... Ну-ну-ну-ну. Так, это... Это в игре? Иголки какие-то были. Так, окей. Это еще одна часть картины. Подожди, это Николай Второй или кто это, блядь? Похож он у Сами. Не надо внимательно смотреть картинки. На потолку мы все... На потолку. На потолке мы все собрали. Ебать, как много всего. На потолке мы все собрали. Так, это значит... Вот сюда, скорее всего, подходит. Да, дай сюда картинку-то мне, епта мать. Ну, не похож на самом деле. Ладно, пусть будет пока так. Так, значит, кровать, подушка. Есть еще одна подсказка. Хорошо. Еще одна подушка. Есть какая-то бутылка. А, ну это абсент. Сам, собственно, окей. Абсент, шляпа, картины. Там у нас была одна картина с одними бутылками, здесь с другими. А, пожалуйста, верни мне это назад. Как это посмотреть? Так, секунду, я перенос просто на другую комнату, что ли? Так, в сумке. Нужно потрясти, что-то выпадет. Чувствую, что что-то выпадет. 100% отсюда. А-а-а-то выпало с Морисом. Так, ладно, хорошо. Ну, как знал. Здесь же есть такие моменты, где нужно несколько растеребить, чтобы что-то получить. Хотя бы ачивку. А тут не то, что ачивка. Тут ключ упал. Где он, блядь? Вот он. Окей, ключ, допустим, шляпок. А, шляпу, дожди, давай шляпу повесим. А, шляпу я отсюда взял. А-а-а, ты что, его выпил? Ты нахуй его выпил-то? А-а-а. 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 А-а-а, может, его сюда вылить, нет? Так, ладно, пусть будет налитый, кто-нибудь еще жахнет потом. Собрал еще одну картинку, между прочим, целиком практически, но это не дам. Так, это сюда. Хорошо, два кусочка и один кусочек, и все будет заебочек. Отчего у меня ключ? Скорее всего, отсюда откуда-нибудь. Действительно. Так, а-а-а, бутылка вверх. Вина. Нет, ну вино через стакан, наверное, не пьют. Ага. Ага. Еба алкоголем сейчас жестко, да? А нельзя абсцентом сжечь вот эту хуйню, чтобы, посмотри, что-то написано. Нет, я вообще не одобряю, нахуй. Я не одобряю... А, вот, все большие. То есть сейчас все большие, нужно сделать все маленькие. Я правильно понял? Наверное, да. Давайте сделаем все маленькие, без проблем. Только как это сделать, непонятно. Но сейчас сделаем что-нибудь. Окей, сейчас разберемся. Разберемся сейчас, 100%. Стас, во! И что? Иди нахуй, я сделал все маленькие. Все маленькие сделал, 100%, тебе говорю. Все маленькие сделал. Отстань, все маленькие, сука! Как ты хотел прям, все маленькие, игра! Отстань, все маленькие, отвечаю, все маленькие, что не так? Ну и пошла ты в жопу. Я все маленькие сделал, когда хотела. У нее что-то не так. Ладно, у нас еще есть огромная, на самом деле. Опа. Еще одна фотография. Огромная куча всего, где мы еще что-то не нажимали. Так, это куда? Это вот сюда, получается. Вот этот мужчинка, непонятно кто это. По одному кусочку осталось, а может быть здесь два, не знаю. Не знаю. Так, с кроватью мы разбрались. Одеяло не поднимается, поднимается подсказка, поднимается подушка еще одна. Хорошо, здесь у нас чего? Здесь у нас чего? Окно, во-первых, открыто. О, картина, кстати, мужик. Поплыл. Роу, 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 зе бот. Гриби, наверное, имеется в виду, да? Гриби, 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 гриби. Как там? Крути педали, пока пизды не дали. Так, это картина, кстати, которая соответствует этим. Так, это щетка, чтобы стереть еще один символ. Соответствует одной из картин, которые мы нашли на доске. Ну, и на стене. Так, кисть, кисть, щетка. Кисть, наверное, можно намазать чем-то. Возможно, провести какой-то страшный ритуал. Это не льется, это не льется. Опа, венцо льется, хорошо. А-а-а, серьезно? А-а-а, да ладно, надо раскрасить все. А в какие цвета? В какие цвета, соответственно? Так, смотри, ну здесь нарисовано... А, стакан тоже что-то нужно налить. Стакан тоже нужно налить. Стакан не налить, спокойно. Хорошо. Без проблем. И бах лещет. Не знаю пока, что это, но что-то, наверное, должно дать. Так. Здравствуйте. Так, налево-направо. Налево-направо. Что это значит? Это опять подсказка. Это опять подсказка. Налево и направо. Сначала налево, а вот и картинка. Хорошо. Сначала налево, потом направо. Я не знаю, кто это, но мне что-то подсказывает. Наверное, прекрасно. Так, и картинка-то. Картинка последнего этого человечка. Хорошо. Так, на допустим. А ты отлично! Дай сюда! Дай, дай, дай сюда! Сожрал мой ключ, собака ты сутулая, блядь. Так, еще один, окей. Еще одна картинка. Блядь, она там была? Так, еще одна картинка. Как много я всего нашел? Раз картинка, два картинка, три картинка. Хорошо. Отдай ключ. Так, опять пароль. Так, какие-то тройки у него здесь, усы. Что? Ты призрак какой-то. Подсол... А, где-то не хватало подсолнуха одного, серьезно? Так, окей, картина зомби. Я хуй знает, что это, но это прекрасно. Картина зомби. Так. Я так понял, мне нужно выбраться из какой-то деревьбы. Вопрос, из какой? Так, хорошо, и что дальше? Ну и... И все? Так, секунду. Вот так? Нет. Вот так. Вот так. Как теперь поднять? Нужно ли это вообще делать? Ну, не знаю. Короче, я сделал пять маленьких, постарался, попытался, не получилось. Так, это у нас... У нас два ключа есть. От чего два ключа там? Один по-любому отсюда. Хорошо. Нож. Ну, без проблем. Нельзя, блядь, играть в Расти Лейк и не находить здесь нигде нож. Ну, нельзя, это запрещено. И еще один где-то от чего-то еще. А, у меня больше нет замков. А, один на двери, скорее всего. Значит, он на той. Значит, от этой. Да, окей, здравствуйте. Что там принесли мне? Мой друг Поль. Поль, у меня есть нож, блядь, не рискуй. Отдай, пожалуйста, мне этот ебный сверток и иди живу поздовую поздовую. Хорошо, Поль. А, ясно, на. Ясно, на. Бутылка абсента. Чирс. Типа, подошло, Поль, бутылка абсента? Так, Поль, ты меня вынуждаешь. Ты вынуждаешь меня дать тебе кувшин. Ну все, Поль. Отвернитесь, пожалуйста. Добряха, я не выбрал. Поль, что такое? Отдай, ты заебешь. Что с тобой не так, Поль? Отдай, собака ты сутулая. Так, а как разобраться, где и чего, и как налить? Почему-то здесь вот такие горизонтальные полы, здесь вертикальные, здесь диагональные. Хорошо, еще одна подсказка. Что это дает? Подожди, ну, во-первых, там что-то не счистили. Еще давайте счистим, чтобы предметы все пропали. Ага, Г. Ну и что это дает? Что, блядь, мне это дает? Что мне дает, во-первых, кисточка. Давайте я потыкаю ее в различные предметы. Она просто пьет. Так, кисть... А, Полю шляпу нужно отдать. Ну, конечно, Поль, ну ебать, простудишь на улице, холодно, забирай. Опа, лох. Палитра. Все, уходи. Все, уходи, Поль, ты лох. Все, уходи. Так, я тебя просто уделал. Палитра. Палитра это палитра. Палитра это в смысле не объем вещества, а в смысле там рисовать надо. Так, нож, палитра, абсент, вино. И куда это применить? Вопрос просто прекрасный. Давайте наебнем абсента и подумаем получше. Палитра. Может быть... А, палитра. А, палитра, да. Подожди-ка, ну так нужно рисовать, получается? Нужно смешивать цвета? Я зачем-то отсюда забрал кувшин. Куда мне его применить, я херово пойму. Куда можно применить кувшин? Что это за... А, секунду. Не стирается, не рисуется. О! А! Ясно. Это нужно зарисовать все теми цветами, на которых написаны конкретные буквы. Ясно, блядь? Понятно, блядь. Так, это КУЭЛЬ, это какой-то голубоватый цвет. Это типа вот такого КУЭЛЬ. Так, кисточка, вот эта хуйня, и поехали. Да ты, блядь, издеваешься, ебаный. Нет, ну это бред, это я с ума сойду столько рисовать. Не, ну конечно, это полезно делать, давайте порисуем. Вопрос, лишь бы я светом не проебался. Хорошо. Я, ну, цвет подходит, по идее, цвет неба такой голубоватый, окей. Я так понимаю, что это все-таки горы плутят, а горы, месяц, какое-то солнце, хуй пойми, что это такое. Так, а можно палитру тут убрать, нет? А тряпка, скорее всего, стирает вообще все, что я нарисовал. Ну, это либо так, либо нет. Причем это нужно делать все в одно движение, потому что если ты будешь делать это в два движения, у тебя кисточку пропадет. Ну, в смысле, упадет. Так, ладно, нарисовали голубое небо. Я аж палитру нахуй разукрасил. Ладно, не страшно. А, о, само, спасибо. Лишнее стер, серьезно? Хорош! Окей. Так, а здесь тогда чего? Здесь непонятно. Здесь зеленый это СЛ. Зеленый это СЛ. То есть это зеленый прям зеленый. Вот такой вот. СЛ это вот этот вот. Правильно? Окей. Ха! Хорошо. Так, а дальше? Где еще какие цвета я видел? Какие цвета еще где были? G это зеленый. Ой, зеленый, синий. Темно-синий G это темно-синий. Так, это значит, берем кисточку. Вот такой цвет синий. И вот так вот ебанем. Хорошо. Опа, и красиво. Все лишнее. Так, цвет вопроса. Знак не знаем какой. ХМ я где-то видел. ХМ где-то было. Так, здесь ничего не написано. А, вот здесь вот на спинке кровати что-то было. Во-первых, это желтый. Желтый это ХН. Желтый ХН. Без проблем. Это желтый. Желтый это ХН. Где он? Вот это он. Хорошо. Желтый это ХН. Отлично. Раз лишнее убрали. Так, знак вопроса неизвестен. Нужно найти ВМ и... РА! 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 Где-то было? РА где-то было. Я это помню точно 100%. Где-то было РА. РА-РА-РА. У тебя не было РА. Отгибесит меня. Так, здесь что? РА. Здесь тоже ничего не... А где оно было? Возможно, где-то здесь. А, подожди. ВМ это белый. Хорошо. ВМ это белый. Без приступа. Белый. Белый есть, да? ВМ это белый. То есть горы заснежены. Это логично. Горы в снегу. Без проблем. Горы в снегу. Хорошо. Прекрасно. Опа. Хорош. Так, я стал найти РА. РА. Я так понимаю, оставшийся цвет будет отгадкой. РА. У тебя тут РА. РА-РА-РА. Я где-то видел. Где-то видел. Да-то-то... Где-то надо задумывать. А! Так, а цифра вверх. Мне такое не надо. А РА! Зеленый. Ёпта, вот же он. Зеленый. А такой, знаешь, даже больше... Вот такой зеленый. Вот такой зеленый. Это РА. Не зеленый. Какой-то, знаешь, бирюзовый, что ли. Что-то типа того. Так, хорошо. И получается, последний цвет остался неизвестен. Так, этот цвет мы применяли. Давай посмотрим по оставшимся. ВМ. Белый есть. Вычеркиваем. Такой синий есть. Вычеркиваем. Такой голубой есть. Вычеркиваем. Оранжевый не было. Такой зеленый есть. Такой зеленый есть. Фиолетового не было. Желтый был. То есть у нас остается три цвета, на самом деле. Оранжевый. Оранжевый есть. Минус нахуй цвет. Хорошо. То есть либо черный, либо темно-оранжевый. Какой-то из них. Вопрос какой. Давайте начнем. Ну, я думаю, что это будет, наверное, такой вот оранжевый. А! Это хуй-то там. Это, скорее всего, будет куб, наверное. Куб черного цвета. Я думаю, что это так, наверное. Черный куб. Ну да, окей. Черный куб. Отгадал-разгадал. Вопрос, для чего нужна винишка, я так и не понял. Куда вставить куб? Так, вопрос хороший. А куда его вставить, на самом деле? А куда? Может, тебе вставить на куб? Не будешь? Два! А-а-а! Черный и другой куб, да? Все ясно. Черный и теперь оранжевый. Наверное, так. Дай сюда, я бы сказал. Алло! Да, я сюда сказал. Я уебу сейчас тебя. Ну что ж такое-то? Чего? Щетка, оранжевый хуй. Так, тогда я не понял. Здесь нужен еще один куб, а где его взять? Где взять еще один куб, если его здесь нет? Ну, значит, все-таки остается отгадка с кувшином и этим. Как его? И ножом еще, что ли? А нож-то откуда у меня взялся, блядь? А куда нож применить? Может быть, на абсент положить теперь его? Нет? Где-то, наверное, этим ножом можно что-то расковырять или срезать, например. Но это не режется хорошо. Полотенце не срезается, не снимается. Так, я тогда не понимаю. Для чего наливать бутылки тоже не я? Зачем я-ка взял кувшин и просишь? А, вода в кувшин набирается. Блях, а как я... Подожди. Это из трех вот этих я должен выразить что-то одно получается, да? То есть... Подожди, на них есть какие-то указатели? Просто у меня есть три вида жидкости. Вода, абсент и венцо. То есть это три разных вида заштриховки, например. То есть если это кувшин, то это не кувшин, а бутылка вот эта. Хорошо, допустим. А, вот моя подсказка, все хорошо. То есть вертикальные полоски это вода. Ясно, понятно. Вертикальные полоски это вода. Так, куда нам нужны вертикальные полоски? Вертикальные полоски нужны в первую бутылку, без проблем. В первую бутылку нужны вертикальные полоски. Есть дальше. Так, эта картинка... Блядь. Эта картинка нарисована где что, а та где в чем. Так, абсцент это у нас диагональные полоски без проблем. Где должны быть диагональные полоски? Должны быть на третьей бутылке и на стакане, хорошо. Третья бутылка и стакан, диагональные полоски. Третья бутылка и стакан, без проблем. То есть дальше остаются у нас горизонтальные полоски и это... Подожди, все правильно? Да, гризидальные полоски это вино, и они остаются у нас, получается, в кувшине и вторая бутылка. Хорошо, кувшин и вторая бутылка, без проблем. Кувшин, вторая бутылка. Отлично. Отлично! Что это такое? Жижа какая-то. А, это волшебный цвет кисточки, что ли? Не понял. И что мне это дало? Новый цвет? Не понял. Это какая-нибудь ачивка или это подсказка какая-то для чего-то? Или что это такое-то? Сюда нужно что-то макнуть? А, что ты от меня хочешь, ты объясни, пожалуйста. Да налей-то воду сюда, ебаный. Ну и что, и что, и что, и что? Я сделал, что я здесь на... А, может быть, тебе-то подбухнуть, что ли? Почему он говорит налево-направо? Что тебе надо, блядь? Налево-направо. Что тебе от меня нужно? Объясни, пожалуйста. Что тебе нужно от меня налево-направо? Я разгадал твои ебаные загадки с картинками. Что теперь? Нет, ну я же реально разгадал загадку с картинками. Там что-то налилось. Может быть, я что-то где-то не подобрал? А что я где мог не подобрать? Это очень странная хуйня. Но здесь он выпил вообще все, что можно. Очень меня напрягает то, что какие-то предметы, которые должны, блядь, пропадать после того, как они больше не используются, не пропадают. Это прям все плохо. В чем прикол? Нужна подсказка, скорее всего. Ну, я не знаю, но абсцент сюда не льется, это не льется, вино не льется, щетка не мокается, кисточка не мокается, ножик не мокается. Может быть, просто так ее взять? Нет, тогда я не понимаю. На самом деле, это прям что-то какой-то бред, блядь. Это что-то как-то... Я не знаю, но тыкать... Тыкать, блядь, в картину ножом, это очень странно. Так, ухо. Ухо, я не знаю, как это связано, этот человек с ухом, но, возможно, это при жизни такое было. Ему нужно положить ухо сюда и зачем-то что-то тут сделать. Так, ладно, куда я иду-то? Ебать, в пистолет? О, прекрасно. Просто замечательно. Короче, написано, нужно отрезать ухо Ван Гогу. Ван Гог без уха жил или что? В чем прикол? Ебать тут много всего. Так, ой, опять загадка с весами. Это без проблем. Это без проблем. И что мне здесь нужно? Дежавю? Ву-ву-ву, какое дежавю? Бля, серьезно? Так, тихо, там загадка была, загадка назад, назад. Там была загадка, загадка. Только что я там видел загадку, знак вопроса. Там был дежавю. Так, спокойно еще раз. Аккуратно. Вот! Что это такое? Знак вопроса. Знак вопроса. Вот, пожалуйста, что он делает. Для чего он? Так, я так понимаю, но если можно Ван Гогу отрезать ухо, то, скорее всего, в кого-нибудь можно выпустить пистолет. Так, о! Получается, барабан 1, молоток 3. Это нужно сейчас выразить веса. Хорошо, а отгадка это граммофон, блядь, колокольчик, раковина и наковальня. Без проблем. Давайте выразим одно через другое. Значит, молоток 3, барабан 1. Вот сейчас... А, окей. То есть, вот это, короче, равно... То есть, нам нужны эти равные предметы. Эти не равны. А, нет, эти равны. Правильно получается? Нет, не равны. Чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше. Хорошо, наковальня. Наковальня намного меньше. Допустим, тогда, если мы сейчас повесим, значит, барабан. Вот такой наклон, это примерно где-то 1 килограмм. То есть, если это весит 3, получается чуть... Нет, это просто тяжелее. Здесь не показывается, сколько конкретно килограмм. Хорошо. То есть, между этим и вот этим разница 2 килограмма. То есть, если я вешу вот это, получается, значит, это весит больше 2 килограмма. Хорошо. Наковальню гораздо больше 2 килограмма. Хорошо. Тогда сколько весит это? Раковина весит ровно килограмм. Правильно я понимаю? раковина весит ровно килограмм хорошо это же она они ты тут такая окей то есть здесь килограмм ты пропадаешь нет бля ты пропадаешь хорошо запишу запишу тогда один допустим один мы это выяснили значит это получается у нас раз да сними сты нахуй это получается 4 килограмма наковальня тяжелее хорошо вот это окей эта штука весит 4 килограмма без проблем вот так запишу то есть один я сразу набираю пароль 1414 без проблем 14 хорошо то есть наковальня и вот это наверное весят нет наковальни весит тяжелее что нам известно что это весит 1 а это весит 4 то есть повесим вот так вот 4 повесим вот так вот раковину и раковина будет тяжелее повесим барабан окей раковина весит 5 хорошо раковина весит 5 1 4 5 1 4 5 без проблем 1 4 5 то есть это 5 это тяжелее 5 и 3 точно ковальня весит 8 ok 1458 что-то получается так ты еще запись идет 1458 отлично замечательно заебись открылись открылись спокойно здравствуйте так опять дежавю и что еще блять поменялась сейчас так мы теперь весь рвали окей а это было весьма предсказуемо это было все предсказуемо это был белый куб между прочим окей это все про ван гога какого-то все картины его что ли по это я не знаю действительно ван гога не было ухо я не разбираюсь в этом но типа как то так вот так вот они короче гораздо короче чем игры серии расти лэйк но в принципе они довольно хорошие загадки не перестают не повторяться то есть загадок повторяющихся а по смыслу есть повторяющийся по самой как бы сути исполнить завтра еще повторяющих загадок нет вот так вот они прошли две получается игрока назывались это орлес и лэйк получается в сейчас пройдем мы еще какие-нибудь а пока что ссылка на пользу цени под видео подписывайтесь на канал на паблика для сарам комментируйте ставьте лайки не звать про колокольчик там все уведомления смотреться в игрушках и следующих сериях этой игры конечно же всем пока раньше здесь был мат